Сургут впервые присоединился к сферосийской акции «Дни знаний о сердечной недостаточности». Ежегодно они проходят под эгидой российского общества специалистов по этому направлению. В Сургуте профильному отделению для пациентов с хронической сердечной недостаточностью окружного кардиодиспансера скоро 5 лет. Это первый, но уже не единственный специализированный региональный центр в округе. За время его существования врачам удалось спасти сотни жизней и подготовить немало пациентов для пересадки сердца в Институте транспортологии в Москве. Какие методы диагностики сердечной недостаточности используют кардиологи и как проходит лечение пациентов с этим недугом, узнавала Эльза Шайметова. Проблема хронической сердечной недостаточности актуальна в мире, в России и Югре. Недуг характеризуется нарушением насосной функции сердца и снижением сократимости миокарда. Вследствие этого орган с перебоями выполняет свою задачу. К тканям организма поступает недостаточное количество кислорода. По стране этим заболеванием страдают более 8 миллионов человек. В Югре с подобной патологией зарегистрировано более 7 тысяч пациентов. В нашем центре открыто первое в Югре отделение для больных с хронической сердечной недостаточностью в 2019 году. Ежегодно проходит лечение более 700 пациентов. Хроническая сердечная недостаточность – это заболевание, которое управляемое. То есть если применяют современные методы диагностики, лечения, затем льготного лекарственного сопровождения, то мы видим очень хороший эффект. Одно из отделений окружного кардиоцентра создано специально для пациентов с хронической сердечной недостаточностью. В стационаре больных стабилизируют, проводят диагностику и медикаментозное лечение. После выписки они могут рассчитывать на льготное лекарственное обеспечение. В центре в целом организована такая бесшовная модель оказания помощи этой категории пациентов. У нас также есть специализированное отделение реанимации только для пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Вот данное отделение кардиологическое на 40 коек. Также у нас в структуре поликлиники имеется кабинет хронической сердечной недостаточности. И вот таким образом получается такой замкнутый цикл оказания помощи этим пациентам. Здесь проходит стационарное лечение. Довольно сложная категория пациентов. С 6-го числа, как я попал сюда, меня колят, таблетки дают мне. Я стал дышать, ходить. По проходу я уже по 2 километра хожу. А первые дни 2 шага не мог сделать. Чаще всего экстренная медицинская помощь требуется пациентам с приобретенной хронической сердечной недостаточностью вследствие инфаркта миокарда, кардиомиопатии, тяжелых пороков сердца, а также артериальной гипертонии. Для выявления хронической сердечной недостаточности в центре используют разные оборудования. Самый простой и надежный метод определить не тук – эхокардиография. Одним из первых методов и таким основным, скажем так, методом диагностики пациентов с хронической сердечной недостаточностью является обычная эхокардиография, на которой мы можем получить довольно-таки обширные знания по состоянию сердца пациента. Оцениваются все камеры, оценивается сократительная функция сердца. Почти за 5 лет существования специализированного отделения для пациентов с хронической сердечной недостаточностью Количество повторных госпитализаций снизилось втрое. В первый год существования такого стационара около 80% больных поступали в крайне тяжелом состоянии в реанимацию. На данный момент этот показатель снизился ровно в два раза. Помимо Сургута, центры, предназначенные для югорчан с хронической сердечной недостаточностью, есть еще в Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Нягоне. Эльза Шайметова, Сургут, 24.